Как важно не просто молиться, но и верить правильно, напоминает нам праздник торжества православия. И ведь имеющие искаженную веру не могут наследовать спасение. Об этом напоминает чин торжества православия, который совершается в конце первой недели Великого Поста. О том, как это богослужение прошло в Симферополе, расскажут наши коллеги. В первую неделю Великого Поста в Кафедральном Александровнеевском соборе города Симферополя была отслужена архиерейская божественная литургия и последование молебного пения торжества православия, которое возглавил глава Крымской митрополии, высокопреосвященнейший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, сослужение епископа Бахчисарайского коллеги, векаре Симферопольской епархии и духовенства Кафедрального собора. В соответствии с чинопоследованием на праздничном молебне была провозглашена вечная память проповедникам и защитникам православной веры, а также возглашены торжественные многолетия предстоятелю Русской Православной Церкви, Святейшему Патриарху Московскому Евсея Руси Кириллу, предстоятелям поместных православных церквей, главе Крымской митрополии, преосвященным архипасторем, пасторем и всем верным чадам Христовой Церкви. Чин торжества православия завершился пением гимна «Тебе, Богохвалим», в завершении которого владыка Лазарь поздравил духовенство и прихожан с праздником и преподал всем присутствующим архипасторское благословение. Святая Троица всех прославит и утвердит, даже до конца праву веры вращающих. Жеся святые и спасительные православные веры, и Крестовый Церкви обратит и сотворит. На все пребудут в познании вечные Твои я истинные. Богитвы, пресвятые, плодычицы наши, Богородицы и Креста Девы Марии. Всех святых, слава Тебе, Богу, благодетелю нашему вовеки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok